Просторный зал нового ЦОПа свободно вместил всех борцов. Около 80 вольников готовятся к сезону 2019. До старта гран-при Иван Ярыгин две недели. В команде, как всегда, острая конкуренция. Претендентов на поездку в Красноярск много, оттого и схватки более чем захватывающие. Тренер Гайдар Гайдаров вспоминает, в предыдущие годы на Ярыгинске ездил целый десант дагестанских борцов. Тогда не было никаких отборов и ограничений. Сейчас же попасть в заявку сборной России стало намного труднее. Эта ситуация с чем связана? То, что рейтинговым сделали Ярыгина, и от России только три человека допускается. Это с этим связано. Я думаю, что такое же количество и сейчас тоже было бы. Из-за этого сделали два отбора до Ярыгина, это Аланы и Миндяшвили. Из-за этого такое маленькое количество попадет. Но я думаю, что на медалях это не отразится. 20 наших вольников отправятся в Красноярск на неделю раньше основного состава. У них нет допуска к Ярыгинскому. Право участвовать в гран-при они будут оспаривать на турнире на призы Академии Миндяшвили. Для Эляса Бекбулатова этот старт станет первым за долгое время. Здесь после череды травм чемпион Европы выступит на вес выше – до 70 килограммов. Пока у Руда очень соскучился, особенно по соревнованиям. Давно не боролся уже. Месяца восемь, наверное. А состояние уже получше. Тихонько в себя прохожу. Я думаю, на Россию уже самую оптимальную форму наберу. Вот сейчас, получается, пока весом борюсь. И я думаю, уже этот год проблем не будет с весом. У меня диетолог есть, он и мой тренер. Вместе мы работаем все время. Я думаю, весом проблем не будет. И я буду в своем весе выступать до конца олимпийского цикла. Первым номерам повезло больше. Участники Октябрьского чемпионата мира поедут на гран-при без отбора. Пока под вопросом участия капитана Садулаева травмирован легковес Угуев, а Рашидов планирует сменить вес. Остальные лидеры за две недели до старта в полной боевой готовности. Тренировочный процесс. Машалов у нас всегда хороший бывает в ладьбуре. У нас такая конкуренция. Очень много спарринг-партнеров. Тренера хорошие. Очень много ребят, машалов, хороших. И нельзя кого-то недооценивать из молодых. Молодые очень хорошо подтягиваются. Есть все условия для подготовки. Главное – результат. Результат тоже будет. Вместе со сборной Дагестана тренируется 20 борцов из соседнего Азербайджана. Приехали также вольники из Казахстана и Италии. Я выбрал Дагестан, потому что местная школа борьбы считается лучшей в мире. Тут шикарные условия и спарринг-партнеры. Я уже успел побороться с такими мастерами, как Рашидов и Бекбулатов. Сам готовлюсь к весеннему чемпионату Италии. Медальный план у сборной Дагестана простой – привезти как можно больше золота. Победители получат путевки на главные старты. Весной национальная сборная примет участие в Кубке мира и чемпионате Европы.